Цели, которые были поставлены в технологии, это создание органического образа компании, отражающего направленные действия, далее создание версий, созданный к переставлению портфолля в жадивческом виде и понятном интерфейсом, передающем все неоцелимые пользователи данные, и создание печатной версии и фтологии портфолля. Их терапевтические задачи. Разработка логотипа дизайвализирующего характера компании, создание основных для образующихся элементов и разработка терапевтических константов, которые позволят в этом проще использоваться для сервисов. Свердлый знак. Поскольку моя фамилия Соколовка, я решил перевести свою фамилию на английский язык международный. Знак выбрана вообще греческая. Партул, французский фон-фон и так далее. Не английский, но это международный стандарт. Вы знаете, я использовал свою технику работы с материалами. Верно-сверминивая полосокия. Значит, за охранные зоны я взял величину ВГ. Ну, соответственно, пропорции. Значит, цвета, которые использованы на этом сайте, это черный для привлечения к бассировке внимания на фотографии, которые являются основным средством для издачи и дизайна. На сайте также белый цвет для контраста, для чтения. Ну и серый, как-то вспомогательный. Значит, шрифты, которые были использованы на сайте. Значит, навигации в заголовках — это ngashpro. В логотипе — это planche. И в навигации непосредственно в архиве bt-sanction.org. Значит, здесь представлено обычное состояние картинки, находящиеся в архиве, и состояние при наведении на картинку, соответственно, которое будет нас перелистывать на дальнейшую информацию об объекте и больше о том или ином мероприятии, которое представлено в данном слайде. Также при наведении на кнопки они становятся светлее, при активации они начинают светиться. Обычное состояние системы серых. Вот так выглядит сайт на ВК-компьютере. Это сам леб-сайт. Он построен по линейной структуре. При наведении куда-либо, то есть представленные 4 группы — это «главное», далее «анаск», «пиф» и «магазин». При нажатии на какую-либо из кнопок трактас меню захватывается и перелистывается наверх, ну, соответственно, «анас» отпускает в тот трактел, который нам нужен. Также архив — это дополнительно содержащий элементы, ну, так сказать, как раз элементы фотографии тех мероприятий, которые происходили при наведении курсора и переходе на ту страницу, у нас оказывается больше количественной информации, которая нас может заинтересовать, и также набор фотографий. Вот пример того, как это выглядит. Структура сайта. Это главная страница. Это «анаск». Собственно, архив. И объекты, которые в дальнейшем идут на продажу. Это объекты скульптурного направления, то есть релеф прочего отмебельного характера и абстракция от объектов. Собственно, почему вы здесь показываете? У вас иногда лучшее структура. Вот, например, страницы, которые такие. Да? Информация об объекте. Также вот архив с ссылками на объекты. И, значит, также в Майрдопликсе была сделана модульная сетка под дальнейшее использование объекта. И печатные версии каталога, в общем, это является обложкой. Это дополнение содержания. То есть содержание фактически является повторением того, что содержится на сайте только без кнопок и прочих гибель-силов. И также у нас разработанная версия. Я считаю, что декорат. А что значит декорат? Вы знаете, я бы скорее даже сказал. А, скульптур. Как-то так в этом направлении. Существует. Существует. Да, есть. А для корреля вообще. У французских и украинцев. Вот архитектор, это слово декорировать, они всегда мощны. Существует. Не надо это украшать. Но хотя есть специальный декорат. Сценокарактеризации. Специально создание стены какого-то. Украшения в природе. А украшения тоже много. Да, украшения. Ну, мне кажется просто. У нас дизайнеров просто это. Такое общение, все выходит, все выходит. Графически вы видите. Ну, ладно, и так, любите. . Пожалуйста, вопрос. Вы заходите на всякий вид вот эту картинку, которая уходит. Правильно. Что на экране? На экране. Дальше. Значит, кнопочки, которые, они находятся внизу. Да, в правом нижнем, они находятся на соцсети. Да, контактная информация, да. Я зашла на сайт. Я вижу внизу кнопочки. Могу выбрать, чтобы вы мне прописали, да? Да. Значит, когда я пролистываю то, что у вас справа, это получается, когда я нажал на архив? Да. То, что справа, это получается производная от страницы архив и архив. А, то есть, когда он, значит, на архив пролистнул, после этого я вхожу, то есть есть второй образ? Да. Вот, это второй образ. Значит, на втором образе уровня ведь видно не весь, а видно только кусочек от этого. Ну, что в ней помечается вот эта черная область, она занимает какую часть экрана? Да, так, при экране я тащил. Я говорю о правом экране. Да? На размере шапки. Да. Я говорю о том, что экран у нас горизонтальный. Помещается только часть вот этого вашего, вот этой вашей страницы. Правильно? Верхняя часть. И получается, что половина этой верхней части занимает черную шапку. Правильно? Да. Ну, в общем, да. То есть, вот этот принцип зашел и что в первую очередь? Понятно, что потом полистать можно, но что в первую очередь? То есть, а когда листаете, листаете, то есть, вот этот логотип, он уйдет, да? Когда полистаете? Да. Да. Вы делали версии планшет или но? Нет, я думаю, на программе. Потому что, на самом деле, учатся будут смотреть сильно на планшете, да? И, кстати, вот этот вариант, который учатся в описании, он для планшета будет очень хорошо подойдет. И вам в любом надо, да, вам в любом надо об этом задуматься, потому что там больше половины доспроектов малыша. Они на компьютерах. Они на компьютерах. Малыша, малыша, малыша. Меньше было. Печатная версия. Печатная версия. Печатная версия. Печатная версия. Печатная версия. Учитывая, что вы работаете с материалом, там, с бумагой, да? Сделать обложку с какого-то материала. Например, металл, дерево, да? Это больше очень сильно. Вы это демонстрировали на мониторе, как красиво на черном, а на самом деле будут волосочки браузера. Понимаете, да? Ну, да. Не, ну, в целом. Мы смотрим все, по-моему. Полосить, да, выбрать версию? Ну, рабочая версия сета... Нет, она как раз сейчас в процессе. Но она в любом. Будет все сделано. Это поиски. Это работает на повреждении. Так. Еще вопрос. В дипломной работе разработаны все самые необходимые элементы графического комплекса. Разработанный материал укромирует нужный образ автора и его работа. В процессе выполнения дипломной работы детально рассмотрены и проанализированы конкуренции. Собрет достаточное количество материала и сделаны логичные выводы о направлении работы. Созданный сайт отлично демонстрирует работы автора, в том числе за счет цветового порешения и оформления по присутствию. Структура сайта позволяет посетителю без проблем ориентироваться на большом объеме работы автора. Помимо, средства политики, также удачно готовы на шестовой гарнитуры. В целом дипломной работы выполнены в инфекциональном уровне. Раскроется отличная цель пиата работы, за счет против бояки и муниципалитации специалистов. Какие конкуренты были отмечены? Ну, это нормально. Это на то, что я ориентировался, насколько я про свободные данные и проще. То есть, что они пишут для себя на сайте, какую информацию они представляют. Так же он старался по дизайне занять. Ага. В общем, понятно. Какие точно исследовали аналоги? Да. Ну, и надо делать, когда... Не из пальцев высасывай к самому. Что обстоит, что делают другие. В общем, люди высасываются. Хорошо. Опа. Перейдем ровно. Я хочу еще раз сказать о том, что, может, сегодня я обновался, мне сразу объяснил, что он делал сайт для себя, сайт для книжки и конкурсировал. Я хочу скажу. Подтянутся достаточно молодой человек, но у него в заключении очень большой общий работ. Он, действительно, он работает. Институт издал в нашей группе такую счетливую возможность. Во многих разриятиях выступал депорат. То есть, он делал депорации. Причем он сам проектирует и своими же руками делает. То есть, очень ценно, да? То есть, он не боится такого ручного труда. Очень хорошо это будет делать. Вот. И в процессе у него формировался для этой работы свой стиль, когда он уже заметил, что он будет работать с университетом. То есть, он нашел вот этот свой такой, ну, свою нишу, какой-то художественный. Поэтому десантник, практический конструктор, для него было очень важно через график передать сущность работе 26-го метра. Это университет, с которым делать во многом арт-объекты. То есть, помимо депораций, он еще делает арт-объекты достаточно глобальной, масштабной, там, шип-метод, и все-таки, да? И все. Ну, 7 метров высотой, без пробьемные, такие, которые вот в городской земле, в НРах сбивали городских участков. Вот, поэтому очень большое практическое значение имеет его проект депор. Я надеюсь, что он послушает ему добрую службу, он заработает в вашей оборудовании, но вообще, Никита, еще больше студентов, ну, за которых, вот, кажется, что он уверен, что у него получат абсолютно большой мастер, дизайнер, художник, и сейчас... Ну, получится уже... Да, ну, будущее прекрасное. Будущее прекрасное. Пошли. Спасибо. ... Продолжение следует...